У человеческого мозга, к счастью или к сожалению, есть такая особенность – забывать. Но для того, чтобы все важные события и ценные документы сохранились для будущих поколений, в России, как и в других странах, существуют архивы. 90 лет назад такое нужное учреждение организовали и в нашей республике. Это вовсе не машина времени, но именно здесь можно по-настоящему прикоснуться к прошлому. Мы находимся в историческом архиве Чувашской республики. Что произошло десятки, а то и сотни лет назад? Ответ на этот вопрос можно найти в историческом архиве. Здесь и вырванные барыней в порыве гнева коса крепостной девушки, и уникальные документы, возраст которых почти 4 века. Самые нужные документы находятся в нашем архиве. Если взять период, документы у нас датируются, первые документы, 1639 годом. Ну и по сегодняшний день мы их принимаем. В составе этих документов это управленческая документация, это фотодокументы, это и картографический материал. У нас более миллиона 200 единиц хранения только в нашем архиве. А в целом по системе более 2,5 миллиона единиц хранения мы храним в республике. Задача архива не только хранить предания старины, но и активно их использовать. С документальными источниками работают не только ученые, следователи, студенты, аспиранты. Обратиться к прошлому может каждый. В архивы обращаются наши граждане, в первую очередь, для, конечно, запросов не социально-правового характера. Это и по недвижимости, это запросы по земле и, конечно же, именно по стажу работы, о работе в какой, в организациях. О подтверждении стажа работы спрашивают. Таких запросов очень много. И не только социально-правового характера, но и ведется очень большая работа, исследовательская работа. В читальном зале настоящий аншлаг. Свободных мест почти нет. Еще бы, пожалуй, только здесь вы сможете подержать в руках подлинную книгу с записью о рождении, к примеру, вашей прапрабабушки. Три года назад я пришла, чтобы собрать родословное свое. Но я тогда не знала, что я так могу втянуться в эту работу. И это очень интересно мне стало рыться вот в этих бумагах. И потом я втянулась, стала собирать историю своего села. В архиве я занимаюсь изучением родословной. Моя родословная включает на сегодняшний момент 17 515 персон. Я домой приду и внесу еще несколько сотен персон. И так практически ежедневно. Ну а то, что не дают в руки и что пока закрыто от глаз посетителей, к примеру, уникальные документы, в скором времени будет доступно в электронном виде. На сканирование материалов архив получил из федерального бюджета миллион рублей. Таким образом, на страже старинных реликвий стоят новые технологии. Есть возможность использовать электронный формат документа. То есть это способствует уменьшению трудозатрат, временных затрат. То есть уже на мониторе компьютера ты видишь документ, уже исправленный фотошопом. Текст читается лучше. Кроме этого, есть возможность некоторые документы осветить уже в сети интернет. Ну а если у вас нет времени копаться в документах, но тяга к знаниям не дает вам покоя, сотрудники учреждения и в этом случае придут на выручку. В архиве выпускают специальные пособия в виде лазерных дисков. Каждое такое пособие посвящено определенной теме. К примеру, участию жителей Чувашей в войне 1812 года. Материал на диске уже подобран, систематизирован и разложен по полочкам. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.